Мы часто встречаемся, это проблемы пациентов, которые поступают к нам с механической желтухой, опухолевого генеза. Первая и самая важная проблема, это обращаемость пациентов к нам достигает иногда до месяца и более, до 40 суток. По местам жительства, а именно в ЦРБ, зачастую пациентов оперируют, формируют лабораторным доступом наружные холецистостомии или формируют холецисты энтера или обходные анастомозы у потенциально резектабельных больных, что дает сложности в дальнейшем лечении данной категории пациентов. Длительность пребывания после наружных и оперативных пособий и обходных анастомозов достигает, по данным выписок, до 30 суток в некоторых стационарах, что также отдаляет данную категорию пациентов от радикального оперативного лечения. После выполненных пособий, оперативных пособий, пациенты поступают к нам зачастую без верификации диагнозов, то есть отсутствует возможность и выполнения БФС поджелудочной железы, что приводит нас к дальнейшим проблемам верификации данного диагноза, а после формирования обходных анастомозов это затрудняет доступ к поджелудочной железе. И общаясь с хирургами и онкологами в районе, в Московской области, у многих отсутствуют возможности выполнения рентгенхирургических методов декомпрессии или эндоскопических, что также приводит к большим проблемам. Те возможности, которые есть у нас, я хотел бы вам продемонстрировать. Небольшой экскурс в историю. Впервые через кожную и через печеночную холонгиография была выполнена в 1937 году. В России она впервые произведена отечественным хирургом Виноградовым. С внедрением УЗИ в медицинскую практику радикально изменила диагностические возможности, ускорив развитие мини-инвазивных вмешательств. Уже в 1958 году, спустя 4 года, впервые были опубликованы результаты через кожную и через печеночное дренирование желчных протоков. И в 1972 году коллеги доложили о первом успешном эндопротезировании желчных протоков. Через 6 лет им представлен опыт лечения 455 больных. Хотел бы показать динамику непосредственно лечения данной категории пациентов. За 4 года количество пациентов неустанно увеличивается и достигло уже 400 пациентов. То есть в районе 100 пациентов обращаются в диспансер с механической желтухой. Разрешите поделиться клиническими примерами и случаями, которые были у нас. Это пациентка с холоной карциномой печени. Подтвержденный диагноз был по данным МРТ. Пациенту было выполнено через кожное и через печеночное дренирование желчных протоков, а именно право печеночного протока. Благодаря помощи предыдущего докладчика Алексея Ивановича Загорулько вместе была выполнена данная операция у пациента. Сейчас произведена пункция правого печеночного протока. Его контрастирование. Заведен металлический проводник в правый печеночный проток. С последующим дренированием. И контроль выполненного оперативного пособия. Отчетливо видно при контрастировании, что контрастируется только правый печеночный проток. Следующий клинический случай. Эта пациентка также поступает к нам с холоной карциномой печени. Подтвержденные данные по МРКПГ. У пациентки выполняется двухстороннее белобарное дренирование. То есть выполняется дренирование и правого, отдельно левого печеночного протока. Предоставлены снимок дренирования правого печеночного протока. И выполняется непосредственно дренирование левого печеночного протока. С последующим дренированием. Контрольный снимок установленных двух дренажей. Пациентка на шестые сутки после проведенных оперативных лечений была в удовлетворительном состоянии. Выписана на амбулаторное лечение. В клиническом случае третьей возможности, которая у нас есть, это пациентки с нерезиктабельной опухолью поджелудочной железы. Проведено комбинированное в начале лечения, которое, к сожалению, усложнилось развитием механической желтухи. И у пациентки было выполнено через кожное, через печеночное дренирование с начала правого протока. Через правый проток полностью дренировано желчное дерево. В дальнейшем, через 5 суток, у пациентки выполнено наружно-внутреннее дренирование, предоставленные снимки. Пациентка в удовлетворительном состоянии выписана на вторые сутки и продолжила дальше амбулаторное лечение с последующим лечением у нас. И хотелось бы поделиться результатами. Результаты данной категории пациентов... Хотелось бы показать этим слайдом, что данная категория пациентов тяжелая, сложная и подлежит мультидисциплинарному определению дальнейшей тактики. Возможно, у нас сейчас введена госпитализация данной категории пациентов при высокой билирубиномии в реанимацию и участием многих коллег для решения данной категории проблем. Таким образом, хотел бы отметить, что механические желтухи должны быть установлены и разрешены, это касаемо опухолевого генеза, в не более трех суток от момента госпитализации пациента. Оперативные пособия с целью желчь и отведения допустимы только при неудачных мини-инвазивных вмешательствах. При пароксимальных опухолях показаны рентгенхирургические методы билиарной декомпрессии. При низких блоках предпочтительно выполнять декомпрессию эндоскопическим способом. При высоком блоке предпочтительно следует отдавать антиградному способу дренирования желчных протоков. Разрешите поделиться теми возможностями, которые есть у нас в диспансере и в данном случае в отделении, которое мы выполняем. Клинический случай пациентка с раком яичником прошла курсы комбинированного лечения, курсы химиотерапии, оперативного пособия. И у пациентки имеется прогрессия продолжения заболевания, рост метастатического узла в печени. По данным компьютерной томографии у пациентки есть объемное образование, которое занимает практически всю правую половину печени. Данные компьютерной томографии. Наличие огромного опухолевого узла. Это интероперационные данные после удаления выполненной правосторонней гемегипотектомии. Объем ремнанта более 30%, а именно составлял 32%. Опухолевый узел. Гистологически мы получили в ткани рост злокачественной опухоли, а именно карцино-саркомы. Дальше пациентке выполнялась иммуногистеохимия. Пациентка в удалительном состоянии выписана на 9-е сутки на амбулаторное лечение. Еще один клинический пример. Пациентка с первичным множественным раком. У пациентки рак теломатки, рак яичников. Она прошла комбинированное лечение, курсы химиотерапии, курсы оперативного лечения. Сейчас у пациентки было диагностировано, по данным МРТ, объемное образование в 6-7 сегменте печени с вовлечением диафрагмы и с вовлечением нижней доли правого легкого. Данные исследования у пациентки – это компьютерная томография с контрастированием. У пациентки выполнена бисегментектомия 6-7, резекция диафрагмы и резекция нижней доли правого легкого. Интероперационные фотографии. Выполнена пластика диафрагмы. По результатам гистологического исследования у пациентки имеется низкодифференцированная карцинома. Также выполнена пациентки ИГХ. Данный результат ИГХ уже был получен. У пациентки получила ли мы эмбриональная саркома печени. Пациентка проходит курсы химиотерапии. Я хотел бы этим слайдом отобразить тенденции работы в отделении, что сейчас превалирует лапароскопические резекции печени. И еще хотел бы поделиться нашими возможностями в диспансере по поводу лечения поджелудочной железы. Первый небольшой экскурс в историю. Первые сообщения о выполнении лапароскопической пилосохранной панкреатной дональной резекции были опубликованы в 1992 году. Также авторы из Индии произведены авторами 39 резекций успешных лапароскопических гастропанкреатных дональных резекций по поводу рака головки поджелудочной железы. Анализ полученных результатов показал успешность применения данной методики. Я хотел бы вам предоставить клинический случай, первый выполненный в диспансере лапароскопической гастропанкреатной дональной резекции в 2018 году. Это пациент с диагнозом рака головки поджелудочной железы Т2Н0М0. У пациента была механическая желтуха, выполненная через кожное-череспеченочное дренирование желчного пузыря амбулаторного пациента по месту жительства. В связи с чем пациент поступил к нам для дальнейшего оперативного лечения. По данным МРТ у пациента выявлено объемное образование в проекции головки поджелудочной железы. Диагноз данной МРТ, диагноз у пациента верифицирован и у пациента запланировано и выполнено 26 ноября 2018 года лапароскопическая панкреатная дональная резекция. Это интероперационные слайды, где можно видеть объемное образование, нижнюю половину после мобилизации по кохеру. И уже удаленный панкреатодоаденальный комплекс, все сосудистые структуры. Начало формирования одного из самых сложных анастомозов панкреата и июна на анастомозов. Сформирована передняя, нижняя стенка. Полностью сформированы панкреат и июна на анастомоз. Фото операционной бригады, благодаря которым осуществилось данное оперативное пособие. Макропрепарат и гистологическое заключение. Высокодифференцированная аденокарцинома головки поджелудочной железы. У пациента есть поражение двух лимфатических узлов парапанкреатических. Пациент в дальнейшем получал контрольный снимок гастроэнтероностомоза на седьмые сутки после оперативного пособия. И пациент в дальнейшем получал шесть курсов химиотерапии по схеме фолференокс. По данным обследованиям у пациента нет данных за прогрессию и рецидив основного заболевания. Пациент находится под динамическим наблюдением. И последний клинический пример. Данная пациентка поступила с диагнозом рак 12-перстной кишки, верифицированным диагнозом Т3Н0М0. В пациентке было запланировано и выполнено лапароскопическое кастро-панкреатодунальная резекция. Это те возможности, которые мы выполняем сейчас. И хотелось бы продемонстрировать вам небольшой видеофрагмент. Начало операции выполняется с вскрытия сальниковой сумки. Дальше здесь видно, что у пациентки ранее была механическая желтуха. Видно дренаж, установленный в левую долю печени с целью декомпрессии механической желтухи. Дальше выполняется мобилизация правой половины ободочной кишки. С последующей мобилизацией 12-перстной кишки по кохеру. Выполняется все претензионно с помощью гармонического скальпеля. Дальше будет выполнена мобилизация 12-перстной кишки по кохеру. Вот видеофрагмент. Мобилизация осуществляется до визуализации нижней полой вены в полном объеме. Сейчас это будет продемонстрировано. Данная пациентка удобна была для выполнения данной операции. В связи с тем, что у пациентки рак 12-перстной кишки небольших объемов опухолевидного образования до 2 см в диаметре, которое позволило выполнить удачное это оперативное пособие. Визуализируется верхнебрежаечная вена в нижнем углу экрана. Дальше выполняется лимфодисекция по D2. На держалке гастродиоденальная артерия полностью скелетизирована общая печеночная артерия. Выполняется клепирование гастродиоденальной артерии с последующим ее пересечением. Здесь мобилизована нижняя часть поджелудочной железы. И частично тупым, частично острым методом идет мобилизация верхнебрежечной вены и воротной вены. Одна из самых сложных процедур обойти поджелудочную железу, если у данной пациентки это было возможно. Если объемное образование затрагивает, вовлекает, либо вовлекает, либо инфильтрирует воротную вену от лапароскопической методики, мы пока на данный момент отказываемся. И выполняем данные оперативные пособия открытым лапаротомным доступом. После того, как удается обойти воротную вену, производится пересечение поджелудочной железы. Сейчас также это будет предоставлено, знак внимания. Пересечены гастродинальная артерия, держалка на общепеченочной артерии. Производится деротация тонкой кишки. С дальнейшим отсечением комплекса. Деротация выполнена, кишка. Производится отсечение комплекса. Четко визуализируется верхнебрежечная вена, воротная вена. Снимается держалка с общепеченочной артерии. И мы приступаем к реконструктивному этапу. Это формирование в начале панкреата июна анастомоза. Дальше на петле формируется отступя в районе 20 см холедоха июна анастомоз. И на отдельной петле формируем гастроэнтеро с энтерэнтеро анастомозом. Формирование панкреата июна анастомоза. Гистологическое заключение. Умеренно дифференцированная динокарцинома большого динокарциного сосочка. Пациентка выписана на 10-е сутки на амбулаторное лечение. Пациентка в дальнейшем получает курсы химиотерапии. Для профилактики ранних послеоперационных осложнений со стороны панкреата июна анастомоза мы применяем пациентам в качестве предоперационного периода на 3-й сутки до начала оперативного пособия самотостатинное пролонгированное действие, либо мы применяем короткого действия уже в послеоперационном периоде в дозе от 900 до 1200 мкг в сутки. Хотелось бы отметить эффективность самотостатинного пролонгированного действия, которое было доказано в ретроспективных исследованиях, и поделиться нашим опытом. Опыт был выполнен у нас в клинике 10 оперативных пособий. Из них у двух пациентов было выявлено и диагностировано, и удачно пролечено фистулок класса А и класса Б. Все пациенты были выписаны, летальных исходов не было. Благодарю за внимание.